Вот Юрочка. Три с половиной года. Это дворец пионеров. Это вот мое детство. Сын дворца, в шутку называет себя Юрий Хартуков. На фотографии 40-х годов он еще не пионер, но уже любимец преподавателей. Его мама 15 лет работала заместителем директора по воспитательной работе. Новый год во дворце пионеров Юрий Федорович помнит до сих пор, как и главный символ праздника – мандарины. Этот запах мандаринов, он у нас на всю жизнь остался. Ёлки были во дворце самые лучшие. Ну, самые лучшие. Насколько красочно это все было, настолько по-доброму. Сегодня, заходя в родной дворец, Юрий Федорович отмечает – ничего не изменилось. Тот же гардероб, монументальная центральная лестница и барельефы с фигурками детей. Таким же остался и актовый зал, где школьник Юра Хартуков учился играть на пианино. Когда учился, я и Баха, и Бетховена, и Моцарта, и Соната, в общем, всю программу я прошел. Руку поставили на всю жизнь. Сегодня у дворца детского и юношеского творчества вдвойне юбилей – 80 лет работы с молодежью и 110 лет с момента постройки. В начале 20 века в этом доме жил предводитель губернского дворянства Александр Наумов. При советской власти в 30-е элитный особняк, в котором были погреба для вина, зимний сад и даже собственная электростанция, стал центром воспитания куйбышевской молодежи. Во время войны здесь располагалось посольство Великобритании, но в 43-м здание снова вернули детям. За десятки лет отсюда выпустились около 300 тысяч ребят. Сегодня во дворце детского и юношеского творчества – музыка, рукоделие, рисование, авиамоделирование, военно-патриотический клуб. Занимаются здесь 3 тысячи ребят. Пятилетняя Настя Захарина – уже настоящая певица. Петь мне, знаете, отчего-отчего платят осень. Там сначала подгрузная песенка идет, а потом десерая. Привели ребенка к шестилетнему. Он сначала ходит на танцы, потом в изостудию, затем занимается шахматами, домой идти не хочет. Я думаю, что это самое главное. Ребенок может попробовать занятия во многих детских коллективах и выбрать для себя уже то дело, которое определит его профессиональную деятельность в будущем. В планах у работников Самарского дворца детского и юношеского творчества сохранять лучшие традиции воспитания молодежи. А Юрий Хартуков, который сегодня активно занимается общественной работой, уверен – развить в себе лучшие качества ребятам помогут именно здесь. Алина Чемерис, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов, События.